Скупой платит не дважды, а гораздо больше. Эту пословицу наверняка вспомнили участники ДТП на перекрестке улиц Милицейская и Карла Маркса. Там столкнулись Лада Калина и иномарка такси. ДТП довольно серьезное, два пострадавших, но кто будет за это отвечать, вопрос открытый. Ни у одной из сторон спора не было видеорегистратора. Зачем он все-таки нужен, узнаете в следующем материале. Этот перекресток как слепая зона, ведь камер видеонаблюдения нет, камер в машинах участников ДТП тоже не было. Вот и спорили, кто виноват. Таксист Сергей рассказал, что заканчивал маневр на перекрестке. Вы поворачивали и какой сигнал светофора был? У меня там уже все, желтый заберет, там красный заберется, я тоже поворачиваю. То есть вы завершали маневр? Пассажиры были? Да, девушки. Участники аварии рассказали, что не пострадали после удара, но медики все же зафиксировали. Травмы получили 28-летняя пассажирка Сергея и 20-летний водитель Калины Ильян. По его словам, не прав был таксист, он пытался проскочить, но не успел. Кто в итоге прав, кто виноват, я понятен. В любом случае, раз я ехал на красную, получается, тоже на красную ехал. Мигающий зрение был. Но он-то говорит, что он завершал маневр, когда на перекрестке уже находился. Когда вы подъехали к перекрестке, он стоял или ехал еще? Нет, он ехал, и скорость хорошая была. Он прямо, ну, пытался проскочить. Пассажирка Лады Дарья делалась лишь легким испугом. Ощущение, что все произошло очень резко, очень сильно издевались. Уже как-то в памяти вот этот момент стерся, потому что очень быстро все будет. Стаж у водителей разный. Илья водит авто полгода, а Сергей уже несколько лет. Но оба почему-то не позаботились о важной, можно сказать, инвестиции водителя о видеорегистраторе. Это второе, о чем спросили инспекторы после вопроса о травмированных. В этой ситуации помогла бы разобраться даже самая дешевая автокамера за тысячу рублей. Но теперь у участников аварии добавится проблем, кроме расходов на восстановление авто. Не исключено, что виновника они будут определять через суд. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.